Всем привет из университета Виннипега, в котором я сейчас нахожусь. Здесь есть открытая терраса на улице прямо для студентов, которые хотят покушать, перекусить, так как внизу подо мной находится кафетерий. Сегодня уже пятница, последний день на этой неделе моей учебы. Что я могу сказать вам о учебе здесь? Конечно же, это очень приятный коллектив у меня получился в группе. Мне очень приятно общаться с ребятами из Кореи, из Мексики. Тут никаких проблем не возникает, потому что Канада это мультикультурная страна. И, наверное, стоит сказать, что это в первую очередь новый опыт, потому что общение с такими людьми это тоже, скажем так, важный элемент развития каждого человека. По поводу занятий. Занятия тут проходят все в каких-то играх, общении, дискуссии. И здесь каждый может найти, чем заняться. Например, я уже трижды был в спортзале, который бесплатный, и я его покажу в каком-то из своих следующих блогов, поэтому следите. Зал действительно хорошо оборудован, но об этом позже, как я уже сказал. Сегодня мы едем в Вакуапарк. Также у нас было два урока канадской культуры, на которых мы разучили некоторый канадский сленг, который используется в повседневной жизни канадцами. Например, один доллар канадцами называется «луни», а два доллара называется «туни». То есть здесь сразу студентам рассказывают о каких-то деталях, которые довольно интересны. По поводу хумстэя. Хумстэй здесь меня принял очень тепло и добродушно. Это семья канадца и филиппинки, но они оба канадцы. Со мной живет еще один студент, и он из Кореи, ему 23 года. Мы с ним мало на самом деле пересекаемся, но когда пересекаемся, то у нас отличное общение, и тут тоже абсолютно никаких проблем. Кровать комфортная, кушать ты голодный не будешь, продуктов полон холодильник. Ты сам себе пакуешь ланч, сам себе готовишь завтрак. Я себе обычно готовлю на завтрак хлопья, также еще омлет. Этого мне вполне достаточно для того, чтобы дожить до ланча, который опять-таки я себе готовлю. Сейчас я вам продемонстрирую то, что у меня находится в ланчбоксе. Это батончик из фрукта цивы. У меня здесь было два банана, уже один я съел. Это мой приготовленный омлет. Два фото. Неделя моего обучения здесь началась, в принципе, с активного знакомства со всеми моими однокурсниками, одногруппниками, я не знаю, как их обозвать. В общем, ребятам, которые учатся здесь со мной. Здесь, в первую очередь, это полное погружение в английскую среду, потому что они сразу говорят, что если ты говоришь на своем языке, и это слышит какой-то из менторов, которые здесь находятся, тебе дают сначала предупреждение. На следующий раз ты получаешь дополнительные задания. А на третий раз тебя могут даже исключить из этой школы. Поэтому погружение здесь в англоязычную сферу является полнейшим. Если вам понравилось видео, оно было для вас информативным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал мой и на канал StudentLand. Вам эта мелочь, а мне приятно.